Большой книги про Пушкина, которая называется «Пустым шумом мире». Автор доктора, ангел-сенантин, посвященный романтизму. Нет, я автор своей книги «Сады земные и небесные». Это Лития Григорьевна, русская жена английского джентльмена. Музей Пушкина на Печистенке, куда я вас приглашал, но куда вы не смогли пойти. Да, в музей Пушкина. Да, мы представляли другую книгу «Лития Голландии» Татьяна Рюханова. Видно, когда Триумфальная ее там представляла. Да, Триумфальная. «Нады земные и небесные». Большая презентация. А это наше авторский актив. Я думаю, что вы тоже украсите со временем список наших авторов. Тут вот пока некоторые отсутствовали, повторю, что замечательный издатель Игорь Савкин сказал, что я, как мать из Руст, посадила книгу «Русская жена английского джентльмена» прямо на Красную площадь. Это уникальная ассоциация, меня потрясла, мое воображение. Итак, вернемся к книге «Сады земные и небесные». Это вообще-то проект, который называется «Фотопоэзия», который стартовал где-то лет 10 назад. Музей Пушкина. Я просто привезла свои уже видеофильмы. И на плазменном большом экране как бы чередовались обыкновенные, как мне казалось, но смонтированные мною огромного размера невероятные цветы из моего маленького крохотного лондонского сада. И на иконе я читала стихи. Присутствовал канал «Культура», который вечером вдруг я услышала, когда включила, что вот, оказывается, состоялась премьера нового синтетического искусства «Фотопоэзия», сочетание поэзии и философии с фотографией. Ну, фотографии в этой книге, вот в этой книге я вам сейчас покажу. Здесь два фотоальбома. Один – это действительно цветы моего лондонского сада. Но это не бессмысленные цветочки, цветуёчки на открыточку. Каждая из них несёт какую-то словесную метафору обязательно. Я вообще не приближаюсь к объекту съёмок, если я не вижу текста. Сначала возникает текст, потом возникает образ, потом я уже приближаюсь к этому ко всему. Фильм «Иерусалим. Сада моего», о котором, вот, вы упомянули, я показывала как-то белень, и я сейчас его показывала в музее Пушкина. Он итог десятилетней работы с огромными гималайскими маками, которые тоже есть вот в этой книге, и которые преображаются в моём саду. Ну, в полном смысле слова, иногда в ангелах. Вот, посмотрите. Вот крылья, вот бархатная шапочка, вот он отвернулся, вот он улетает. Это бывает даже не каждый год, и это чудо, которое свершается в моём саду, настолько поразило издателя, что он подошёл ко мне после просмотра фильма и сказал, «Вы знаете, я даже поверил, что в ваш саду обитают ангелы». То есть вот сила убеждения искусством, она сильнее всего. Ну, как вам сказать, почему это случилось, я не знаю. Это появляется не каждый год. В книге ещё есть эссе на другую тему, поэтому здесь очень много фотографий Венецианского карнавала и эссе о нём. Есть эссе в этой книге и о Цветаеве, и о Кумилёве. В понедельник в павильоне библиотеки я буду представлять свой Цветаевский проект, показывать фильм телевизионный «Цветаева в Лондоне». Он вас приглашает туда в два часа. А сейчас вот я всё-таки хотела бы из этой книги ещё, чтобы вам объяснить, что это такое, когда это всё ещё воплощается в слове, то я вам прочту несколько стихотворений. Здесь эссе, стихи, фотографии. То есть мне приходилось потом 10 лет оправдывать тот аванс, который мне дал канал «Культура». То есть помимо поэзии вводить и философское начало, и фотографию делать не фотографии, а фотоискусство. Вот как важно иметь какие-то отклики. Ведь вот та журналистка, которая пришла, это сказала, она так тонко это всё прочувствовала, сформулировала. Вот из таких людей и состоят наши читатели. Для них мы и пишем. То, что вы сидите, мёрзнете, об этом мне как раз больше всего и говорит. Это большое счастье. Ну что, разогрею, попробую о нём стихотворении. Мир разрушен взрывной волною. Беспрерывно строчит автомат. В дом поспешно вхожу, а за мною благовейный идти и карамат. Это сад, это сад бессловесный, расплескавший цветы у крыльца. Два крыла, распластавшие над бездной, посылает за мною конца, Чтобы сердце от страха не билось, Не рассыпалось в прах бытиё. Вон глаза на стене укрепилось, Обвивает и держит её. И густая тенистая крона, И колючие эти кусты, Круговая моя оборона От внезапной и чёрной беды. Ароматы летят от порога, Начинают по дому гружить. И крылатая эта подмога Помогает и выжить, и жить. Вот ещё одно стихотворение «Перелётная стая». Так случилось, что сад завели На другой половине земли. Землю врос, возмужал бабык, Обкликался на русский язык. Сад с загадочной русской душой, Но возрос на чужбине чужой. Ублажали, поились лихвой, Но ему захотелось домой. Умощали и стригли траву, Но он грезил, как был наяву. То ли ветром его унесло, Но взлетело и лёг на крыло. Затерялось межзвёзд, Не оставив следов, Перелётная стая садов. Мотив полёта вообще мне очень сквозен, Потому что я дочь полярного лётчика, И первый раз меня полтора года Забрали с маленького украинского кутера, На котором я родилась, родители, И повезли на крайний север, На ледовитый океан. И можете себе представить, Вот это ощущение полёта над землёй, А тогда самолёты летали низко, Оно осталось во мне на всю жизнь, И у меня этот полёт, Вот недаром тут есть эссе в книге, О вот этой вот моей садовой философии. И, например, Константин Кедров, Философ и поэт, Назвался эссе «Летающий сад». У меня перелётная стая садов. То есть вот это ощущение полёта, Полёта души над миром, У каждого своя биография, И мне вот это вот первые полёты, И потом бесконечно мы летали, Так случилась такая жизнь. Они для меня очень важны, Как самоощущение, И как такой символ действительно тоже Вечности, Перехода в вечности, Как и сам сад. К русской жене мы ещё вернёмся, А сейчас я хотела предоставить слово Философу, Доктору наук философских, Александру Люсову, Который тоже автор этой, Соавтор этой книги, Потому что здесь есть раздел Толкование сада. Мне очень хотелось, Чтобы этот сад и объяснили, Что это действительно не цветы, А это какие-то божественные сущности, Что это намного шире, Что это всё. И когда я стала составлять книгу, Обнаружила, Что за последние 10-15 лет Очень многие выдающиеся люди Среди философии, Среди сартистской, Поэтической, Пытались осмыслить это явление. Так что эта книга, Она ещё состоит из такого раздела. Вот я хочу пригласить Александра Люсова, Философа, Чтобы он сказал несколько слов О том, Почему он написал в этой книге, В своей статье Цвета геополитики И цвета Софии. Для тех, Кто присоединился к нам позже, Хочу напомнить, Что вы присутствуете На презентации книги Лидии Григорьевой. Лидия Григорьева, Известный поэт, Её стихи переведены На английский, Японский, Китайский, Арабский, Французский, Грузинский, Чешский, Словацкий И другие языки. В марте 17-го года На международной книжной Войярмарке в Лондоне С большим успехом Прошла презентация Книги Лидии Григорьевой Сады Земные и Небесные, Которую вы видите Пред собой. И издательство, Опубликовавшее Книгу стихотворения На английском, Переводит Джона Фаридана, Номинировало её На четыре британские Литературные премии. Мы искренне желаем Вам успеха. Придай ему слово Нашему автору, Александру Люсуну. Я очень рад Соборуществу Савистои, Да, в нём очень Правда, это был Такой нюанс. Уже 14 лет Мои авторские книги Не выходят в Литерину. Игорь Александрович Меня использует Как автора предисловий К знаковым книгам. Чтобы я не отвлекался Так как вы знаете, Он писал предисловие. Ну, хочу сказать, Что ваша книга, Александр, Явилась началом Нового большого проекта Крымский текст. И в этой серии Книжной вышло Уже безрядное количество Других книг. Да, да, Абсолютно верно. Где можно учитывать На той линии Я сказала полиции. Во-первых, Действительно Напротив нас Находится Стенд издательства. А кроме того, После Закрушения Через несколько минут Их представлены С разными названиями У меня такая возникла Общая формула Общее такое название Замужем Замужем за садом Английским садом. Да. Что вы и... Это удивительно, Но в этой книге СССР я давала интервью Порталу Русский Нордон И девушка назвала Это интервью Замужем За английским садом. А, ну, не только английским. Это глобальный сад. Да, Замужем за английским садом. Совершенно И крымский, И прочее, И прочее Не только английский сад. Вот, например, Как... Такое... Вспоминается строка. Чтоб писать стихи, Нужно цапли Стоять на вселенском болоте. Здесь слово болото Такое позитивное Имеет смысл. Типа японского сада. Так вот, на вселенском саду Она такую Точку опоры нашла. Как одной ногой, значит, Там, а другой. Ну, вот у нас тут. И она посадила Не просто самолет, А именно самолет-сад Летающий, да. Сад, который Можно Так и как самолет Основу видеть Как смотреть, да. Так что Это такая призва, С которой Вся вселенная видна. Не только английский сад. И причем Ну, не только Какие-то Такие Благотушные там Пейзажи, Например, И Отсюда видно, Например, Как распадается Страна на атомы боли. Такая фраза была. Но Все это гармонизируется. Сам принцип Совмещать Изображение И Слово Какая-то перекличка С Максимилианом Волошевым Есть С его домом, С его садом. Где Ну Он Не был Хотя Он и фотограф Он тоже Ведь был Но, конечно, Он больше Вашел Восторг Как художник Ну, а Идея Это Еще дохудожник И Повец Еще Это Соответствует Современности Я знаю Слова Поспели Мысли В саду Нашей Элиты Ура 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 Авторам Издательства Элиты Славься Издательство Замечательное Своими книгами Своими авторами Еще раз Перечислю Все Кто Принимал Участие Александр Люсый Александр Белый Лидия Григорьева И Наша И Паша Покорный Слуга Я Уверен Что Лидия Еще Скажет Несколько Завершающих Слов Но Можно Уже Под Звуки Ее Прекрасных Слов Подходить Сюда Подходить К Нашему Столу И Мы Можем Уже Начинать Церемонию Подписания Книг Авторами Случилось Чудо Подошел А Извините Буквально Несколько Дело в том Что Издатель Сам Философ По образованию Автор Философских Книг Статей Корсавина Платонов Насколько Я помню Так что Вот Философ Чует Чутье Издатель Философское Оно Свойство Так что Я очень Благодарен Что Он И Меня Открыл И Лидию И Наверное На кого Здесь Последнее Еще Открыть Тоже Ну Наше Маленькое Издательство Намерены По-прежнему Издавать Много Книг Я надеюсь В следующие 25 лет Нам тоже Будет Сопутствовать Удача И Прежде всего Наши Авторы Должны Следовать С нами Дальше Я надеюсь Искренне Надеюсь На вашу Помощь Ну И На лучших В мире Российских Читателей Подходите Сегодня Специальная Цена На все Книги Которыми Мы открываем Целую серию Презентаций Здесь На Стенде Центрального Лектория Спасибо Вот уже Я дала Один Автограф С удовольствием Человеку Который Тоже Собирается Возделывать Свой сад Ну Как вы знаете Вольтеру И вообще Это Книга моя Недаром Называется Сады Земные И небесные Потому что Аналогия С райским садом Который мы с вами Можем Пытаться Воссоздать На земле Для меня Она очень важна И все-таки Будет несправедливо Если я не скажу Несколько слов О книге Русская жена Английского Джентльмена Здесь Невероятные Судьбы Невероятные Характеры Практически Это эпистолярная Драма Которую уже Разыгрывали Вот на Лондонской Сцене Такие известные Актеры Как Дина Корзун И другие Которые живут В Лондоне Там сейчас Целая плеяда Молодых Актеров Появилась Которые Собираются Это Опять Эту там Драму Ставить В этой книге Два романа В стихах Один из них Который вышел 30 лет назад В круг общения Обозреватели Называли Онегин в юбке Теперь он Называют Энциклопедией Советской жизни Потому что Я сама Когда готовила Вот это издание Я вдруг увидела Насколько Стремительно Многие вещи Просто постарели Кто теперь Знает Что такое дефицит Никто Кто теперь знает Что такое проблема Найти няню Для ребенка Ну может Кто-то и знает Потому что Это дорого Но в принципе Это хотя бы Это уже есть А тогда В наши времена Это не было И мамы И кандидаты наук Шли работать В детские сады В ясли В школы Чтобы только быть Рядом со своими детьми Потому что Многие вещи Были просто Нам недоступны Вот Но тем не менее Как вы знаете Литература Не устаревает И если мы встречаем У Пушкина Слово Облучок На котором Кто-то сидит То теперь Нам это уже Даже Как говорится Google подскажет Как я Кто-то говорит Чего-то не знаю Боли спросил Google Так что У меня уже Одна молодая девушка 19-летняя Написала Из Ташкента Русская читательница Вы знаете Я вашу книгу Читаю Со словарем Гугла Она Очень многие вещи Которые за 30 лет Просто перестали существовать Ну я думаю Что мы их задержим Хотя бы на страницах книг Ну и для Того Чтобы вы немного согрелись Маленький отрывок Из этой книги Холодный отрывок Зимний Как много красоты Запрошенные аллеи И снежные цветы И вьюжные лилеи Молочные стога Вся в белых перьях липа Глубокие снега Любимые До всхлипа И негу Как ногу Тянуть Как конь телегу Сквозь мир Тащить тугу Свою тоску По снегу Лев Можно вот эту фотографию Мочали Мочали К бичугу Страданий До момента Когда влетишь В Москву Из-за холустья Кента И во все концы Видна И гоголю Из Рима Страна Живешь Не в гроб Положен Хоть и один Как царь И как Крыму Волошен Количество Пропаш Спеши На Божью Милость Вокруг Иной Пейзаж Все Видо Изменилось От Спаса На Крови И до владельцев Новых На Спаска Лутави Новых Лугах Медовых Спасибо Это книга Русская жена Английского Жильтмена Наша презентация Закончена Можем перейти К стенду Вот Издательство Алитея И там Я могу дать Автографы Для желающих Нет Нет Не связь Мог Вот А на фоне Вот Слушайте Я на фоне Женого Василия У меня нет Тот Жизни нет Давай Игорь Иди сюда Иди сюда Медынский Пошел Глеб Иди сюда Медынский